Принято считать, что сезон арбузов начинается в августе, но уже с конца июня на прилавках можно встретить эту сочную ягоду. Но насколько она полезна? Чтобы выяснить это, мы вышли в рейд, вооружившись вот таким специальным аппаратом. Он проверяет наличие нитратов в ягоде. Убираем позицию арбуз. Норма 60 миллиграмм на килограмм. Вот написано, введите щуп и нажмите окей. Все легко и просто. Вводим щуп. Нажимаем окей. Где-то измерение. Смотрите. Показывает красная зона. Норма 60 миллиграмм. Здесь в данный момент 135. Значительное превышение нормы. Такой арбуз есть нельзя? Ну, такой арбуз есть очень вредно. Это может привести, соответственно, к плохому самочувствию и уже вашему здоровью навредит точно. Подобные рейды координатор проекта «Народный контроль» в Московской области Шерзот Атаев проводит несколько раз за лето, чтобы наглядно показать. Покупать арбузы вне сезона опасно для здоровья. А вот дыни уже вполне можно есть. Сейчас идет измерение. Как бы на удивление, содержание нитратов в норме. Это говорит о том, что в дыне нет вредных веществ, которые могли бы повлиять на здоровье человека. В отличие от тех арбузов, которые мы недавно измеряли. К счастью, покупатели с правилами употребления сезонных фруктов и ягод знакомы. Все опрошенные нами жители города Видное утверждают, что не покупают бахчевые раньше времени. В августе, в сентябре, вот это вот всегда. Покупаю их всегда после августа, после первого. А до первого я не покупаю. Я особо про них много не знаю, но я думаю, может быть, чуть попозже. В ходе рейда по выявлению нитратов бахчевых, участники выездной комиссии, куда вошли представители депутатского корпуса Ленинского городского округа и сотрудники администрации муниципалитета, проверили у продавцов наличие документов на осуществление торговли. С ними ситуация оказалась еще хуже, чем с содержанием нитратов в арбузах. У одних продавцов серьезные нарушения правил торговли. Овощи и фрукты расположены именно на земле в коробках. И в соответствии с действующим законодательством за это будет наложен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Устранять будете? Будете? Да, конечно. Овощи и фрукты должны быть расположены именно на прилавках, но не на пластмассовых конструкциях. У других предпринимателей вовсе документов на продажу нет. У вас какие-то на торговой точке есть документы? Вот где-то в наличии есть что-то, но вам руководство не говорит при каких-то проверках и так далее предоставляет. Так вот. Даже не хочет отвечать ничего. Такая картина часто встречается? Ну, конечно. Это просто человеческий на гусь. Продавец Бахчевого развала возле Видновской телефонной станции так и не смог предоставить какие-либо документы. Но сотруднику администрации удалось выяснить, что палатка установлена незаконно. Поэтому на место был вызван наряд полиции. Ставим в отдел полиции установим его личность и ставим протокол активного права нарушения. Фактор наживы, да, вот сиюминутный. Сейчас заработать денег, а потом трава не расти. Честно говоря, я таких предпринимателей не понимаю. У нас в палате много предпринимателей, в том числе и кто занимается продажей фруктов. Но вот все они достаточно добросовестные и ответственные люди. Мы, как члены торговой промышленной палаты, участвуем в этом рейде не для того, чтобы наказывать предпринимателей, а занимаемся профилактикой. И все-таки покупатель голосует рублем. Поэтому, если сейчас воздержаться от покупки несозревших естественным путем арбузов, можно не только сохранить здоровье, но и не дать несознательным предпринимателям на нас наживаться. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.